Доброе утро, дорогие друзья! Новая неделя, новая недельная глава, потрясающая недельная глава Беа Лотха. Она рассказывает о миноре, она рассказывает, есть правда и неприятные истории, бунты всякие, но в основном она рассказывает о Пей Шахшине, о втором шансе, который есть у человека. Ну, все подробнее. Давайте еще два слова скажем. Мы с вами уже говорили, что мы перешли с вами духовность книги Бемидбар, в отличие от книги Ваекра. Если предыдущая духовность, которая была в мире во время изучения книги Ваекра, это что делать, то книга Бемидбар говорит, как делать. Мидбар обычно переводят как пустыня, но Мидбар еще можно перевести как разговор. И вот, когда двое говорят одновременно, не слышно ничего. Мы уходим вот в эту пустыню сейчас Беа Лотха, и Бог создает нам такие условия, чтобы мы научились слушать, научились слышать Всевышнего, научились слышать тех, кто нас рядом, научились слышать самих себя. Вот эти три вещи, которые поставлены нам как главная цель вот этой книги. Хазон Иш, был такой выдающийся еврейский праведник, он говорил о способности наслаждаться тишиной. Он говорил, что тишина необходима нам для сосредоточенного размышления и анализа, что она нужна хотя бы когда-нибудь человеку. Без этого человек никогда не увидит, как говорил Хазон Иш, ни выси небес, ни без земли. Никогда не задумается о тайнах Вселенной. У него просто нет времени. Трещит радио, телефон, айпад, газеты, все. Даже выезжая на природу, человек берет с собой всякие айпады. Поэтому о каких небесных высях может быть речь? Знаете, я часто вижу, выезжающая на природу семья, выгружают там, тот телевизор стоит, тот айпад, тот что-то. Огромная проблема нашего времени. В главе Биалатха еще рассказывается потрясающая история о Пейсахшине. Это втором шансе человека. Бог специально описал нам ситуацию со вторым шансом. Группа людей обратилась к Маше, сказали, почему нам не разрешают принести пасхальную жертву. Эти люди были заняты очень благим делом. Они несли останки Иосифа, взятые из Египта, с тем, чтобы перезахоронить его в шхеме на святой земле, как и было обещано. И в силу контакта с умершим стали ритуально нечистыми. И не могли в этот день принести пасхальную жертву. Вопроса нет. Человек, который ритуально нечистый, не может принести. Бог сказал это абсолютно однозначно. Маше все же идет, спрашивает Всевышний. Тот говорит, люди правы. Отныне все те, кто ритуально нечисты или находились в дороге, получили второй шанс. Они могут принести жертву через месяц. Из этого закона, который известен как Пейсахшини, мы извлекаем колоссальные уроки. Например, самый главный урок. Никогда не бывает слишком поздно. В жизни каждого человека есть второй шанс. Есть еще второе. Бог, иногда желая убедиться, действительно мы что-то хотим, действительно мы что-то сильно жаждем. Ждет, чтобы мы попросили, обратились к нему с этим. Сказали, что нет, я хочу так, я хочу приблизиться к тебе, сделать. И все. Есть такой урок один, который рассказывал Мардыхай Шаковинский. Он сказал, что поступок вот этих людей во времена Маше исключительно вдохновляет всех. Ведь в действительности они были не обязаны приходить к Маше и просить его о втором шансе. У них было идеальное алиби. Они могли сказать, извини, мы были заняты выполнением другой заповеди. В силу духовных причин не могли участвовать. У них не было никаких оснований чувствовать себя виноватыми. Все было законно. И тем не менее, это их беспокоило. Они чувствовали, что что-то здесь не так. Они хотели бы выполнить еще одну какую-то хорошую вещь. И люди, которые имели прекрасную возможность быть свободными от обязательств. Сознательно сделали выбор в сторону того, чтобы взять на себя эти обязательства. Вот это потрясающая вещь. И действительно надо было отметить Тори за искренность и преданность. Мы все специалисты по оправданию. Слишком холодно, слишком жарко, слишком дорого, слишком сложно. Мы всегда стараемся выбирать пути часто, точнее, наименьшего сопротивления. Например, у ребенка там какой-то праздник такой, я не знаю, в школе где-то. Мы стараемся, ну так, ну немножечко, ну что-то. Ну это все занятия, ну я и так слушаю пять минут урок. Ну а это, у меня нет времени, а я на работе и так далее. Ведь это же все отговорки. Человек даже когда едет на работу, он может включить уроки и слушать. Разница между успехом и провалом в том, что провал ищет оправдание, а успех ищет пути достижения цели. Поэтому надо не искать оправдания, не выбирать легких путей. Надо учиться у людей, которые в пустыне могли найти целую книгу оправдания, и все же с радостью решили еще одну заповедь выполнить, принять участие в добром деле. И Бог отдельно их отметил. Очень большая голова, столько хотелось рассказать, но наши пять минут заканчиваются. Брахава и Ацлаха, самой хорошей недели. Самой духовной и самой сильной. Брахава и Ацлаха, чтобы все было хорошо. Продолжение следует...